Мы ехали вот сюда по Терраску, там все бедынки в аренду. Это его дещойно подкалили, думаете? Но были какие-то артобстрели потужные. По-моему, там авиа бомбы кидают. Раньше его кидали. И вечером. Это и горит все. Да и как. Жарко, доброе. Как по всему фронту. Я слышал стрелецкий бой, працюю коломет. Мы сейчас бедем аренду мета. И, верно, российская армия пробовала снова штурмировать эти позиции. Это сложная ситуация. Но десантники 95-го бригада держат эту линию. И не позволяют просусти российской армии глубже в город Турецк. Тормально! Пострел! Проверь ствол, проверь ствол. Хорошо, что она, как не советского уровня, не так тяжкая. Она легенькая, всего 2 тонны. Она всего лишь важит. Снаряды до ней по 25 кг. То есть мы можем с ней працювать спокойно. И может тянуть мощный пикап. Так что в этом плане она тоже имеет свои плюсы. Фух! Цей направление вообще сейчас очень активный. Мы работаем каждый день, каждый ночь. Мы работаем в основном по пехоте. Они буквально щойно наносили вогневое уражение по скупчению российской армии. Власне, этот направление сейчас довольно активный. Российские войска пытаются просунуть в город. Им как раз противостоять и десантники, и сухопутные войска. Они не пропускают их дальше. Бои точатся в городе. Чути, как работает артиллерия российской армии, и артиллерия Збройной силы Украины. За словами військовых, тут довольно холодно. Прицел! Пять! Дубль два. Зранку они начали штурмовать лес. Наши парни закрепились в лесе. Ну, в посадке перед городом. Понесли большие втрати на этом штурме. Они прям пускали взвод за взводом. Само собой, мы им не дали пройти в лес. Мы втримали цей направление. Після они поняли, что на пролом в них не получится пить. И они решили обойти. И когда они начали обходить, они начали занимать ближайшие хатки. У нас была цель их вытащить из этих хаток. Пехота, понятное дело, туда сейчас не пьет. Ну, куда? Хлопцев отправлять вот так вот. Ну, это не по-нашому. Получается, что с ранку они пошли в лес. И в вечере они уже сидели в домах. На ранок их уже там не было. Мы их уже звезда витягнули. Если мы говорим про интенсивность, то сутки напролет мы только их вытягивали из тех позиций, которые они пытались занять. Так, так, Макс прибыл. Получается.